Сегодня я расскажу, когда же я куплю себе самую топовую синюю палку на синей улей, а именно Тайт Поппер. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт в Бесфарм Симуляторе, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше двух лет. А это значит, что группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. Ииии всем привет дорогие друзья, Костик попал на свете и сегодня у нас выходит новый замечательный, очень топовый видеоролик. Сегодня я расскажу, когда же я куплю себе самую топовую синюю палку на синей улей, а именно Тайт Поппер. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, ну и также отвечая на часто задаваемый вопрос, Костя, как же попасть в себя в друзья. Тогда, ребята, отвечаю, зайдите в описание ролика, там в принципе написано, как ты можешь попасть ко мне в друзья. Ну а что ж, погнали к ролику. Но перед началом этого ролика также у меня будет еще к вам маленькая просьба. Давайте вместе с вами наберем на этом видеоролики, ну лайков так-то давайте наберем 151 лайк. Как только набираем 151 лайк, так сразу выпускаем новый, замечательный и топовый ролик. Ну а что ж, погнали к ролику. В общем, вчера вам снимал ролик и говорил в последних словах, а именно в последних минутах ролика, то, что хочу купить себе самый топовый Монда Пак. То есть это Бисмос Монда Пак, в котором дается, самое главное, что мне тут нужно, это, ребята, свечки. Тут дается 25 свердлитбаксов. То есть 25 свердлит свечек. То есть это вот эти свечки, которые мне понадобятся для, получается, покупки... Я видел, ты хочешь выиграть со мной? Как это мило с твоей стороны! ...себе новые палочки. Давайте покажу. У меня их 34, а их нужно 75. Давайте же покажу, что мне, в принципе, не хватает для нее. То есть мне не хватает выполнить квестов. В принципе, квесты, синие квесты, это максимально легкая штука. То есть их очень легко выполнять. И, в принципе, в день я могу так-то выполнять их по штук 20. В принципе, для меня это будет вообще несерьезно и будет очень просто. В остальном у меня всего хватает. Как вы видите, есть у меня 1500 блуэкстрактов, 200 стингеров, 150 тропикал дринков. Но не хватает свечек. Свечки это самое такое тяжелое для меня, что мне очень тяжело, в принципе, добыть. И также мне нужно супер смузи. Супер смузи, ребята, я очень хочу их купить вот здесь, в бизнес-каталоге. Но никак не могу накопить, потому что, как вы знаете, время очень много потерял. Именно с переездом. Именно, что перевести комп. Поэтому потерял и не фармил. Смотрите, у меня сейчас 271 джинджербред. То есть мне еще нужно, грубо говоря, 29. То есть мне нужно 229 еще штук. Это, конечно, обидненько немножечко. Но, а так, типа, в принципе, их крафтить не особо-то и трудно. То есть, смотрите, они крафтятся из Purple Portion. Также там еще какие-то штуки для этого нужны. Давайте покажу вам. Так, давайте супер смузи найдем. Оно что должно быть? Оно тут есть, да. Оно тут есть. И тут, в принципе, оно не тяжело крафтиться. Я могу хоть и сейчас скрафтить их 13 штук. Но тут нужны самое главное. Это, получается, у нас старжелеки. Их тоже, в принципе, не тяжело доставать. Я считаю, потому что их можно здесь скрафтить. То есть сейчас я вам найду. И здесь их можно, в принципе, скрафтить за глиттеры. Глиттер для меня это не особо такая важная штука. Которую, в принципе, могу и потратить. Это, в принципе, талантно. Дальше я хочу вам еще показать, что я постоянно сейчас крафт. То есть отсветлит паксы 25 штук. Если, допустим, я в донат куплю этот пак, у меня будет суммировано 49 штук. То есть, да. Да, у меня будет суммировано 49 штук. То есть, грубо говоря, мне еще нужно достать где-то 26 штук. Поэтому мне самому нужно будет еще накрафтить пару штучек. Даже не пару, а больше пару штук. То есть, видите, тут мне нужно еще для вот этого крафта вот этих обычных свечек. Они, в принципе, очень часто падают с грибов. Также падают с всяких плентеров. Они очень часто, в принципе, падают со всего. Но вот хардваксы, это действительно сложная штука. И я ее именно крафчу. Чтобы у меня, в принципе, была возможность крафтить эти сверлитваксы. То есть, вот такая вот тема. Теперь я вам ответил на этот вопрос, когда у меня будет тейпоппер. Надеюсь, к окончанию бисмоса он у меня появится. Ну, а так, на связи был Костик Попал. Оставайся добрым, будь мудрым. Ну, а завтра увидимся на новом топовом ролике. Скорее всего, будет гадик. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok